Нижегородские водители поехали по дорогам столичного уровня, но, увы, гладь автомобильного полотна рассекают и изящные легковушки, и те, что потяжелее. Так что водители в областном центре, которые обычно первыми узнают о появлении ямы дорожной колеи, говорят, что это Сизифов труд. До тех пор, пока большегрузный транзитный транспорт проходит через Нижний Новгород, выход идет в объезд. Объездные, конечно, нужны. У нас когда сделают ее в сторону Казани? Приходится через город идти, если едешь на Казань. А так-то нормально. Когда вот ее сделают? Нужны, конечно, объездные. Время сокращается, светофоров меньше. На сегодняшний день Нижний Новгород – единственный город-миллионник, не имеющий объездной дороги. Так будет выглядеть одна из ее частей – это третья очередь Южного обхода. Строительство автострады в четыре полосы со средней расчетной скоростью 100 км в час и протяженностью почти 15 км идет активно. По данным регионального Минтранса, среднегодовая интенсивность автомобильного транспорта на существующих частях Южного обхода – около 8 тысяч автомобилей в сутки. На третьем участке технология укладки новой магистрали рассчитана на большие транспортные нагрузки и позволяет повысить износы стойкости дороги на 30%. Важным вопросом, который волнует всех наших нижегородцев, особенно жителей Кстова и работающих на заводе Сибура и Лукоил – это как пойдет движение транспорта после того, как будет пущен весь транзитный поток по данному участку автомобильной дороги. Валерий Павлович поставил задачу проработать данный вариант, чтобы минимальное неудобство нанесено для наших жителей, особенно проживающих в Кстово, и мы отработали участок автомобильной дороги, обходящий нефтеперерабатывающий завод. Валерий Шанцев ставит задачу, соблюдая требования качества – ускорить строительство третьей очереди Южного обхода, открытие которого позволит вывести весь транзитный транспорт за пределы областного центра. Задача поставила сейчас максимально использовать погодные условия, как можно больше и земляного полотна, и щебенения, и асфальтирования можно было сделать уже в этом году. По искусственным сооружениям положение тоже даже сверх графика идем, и три моста, два моста эстакада и три путепровода в целом будут готовы до уровня 70%, в следующий год вполне реально их закончить. Последние три года Южный обход область строила только за свой счет. В текущем году возобновлено финансирование с федерального бюджета – это плюс 770 миллионов рублей. Планируется, что первые автомобили поедут здесь уже в конце 2016 года. Строительство четвертой очереди Южного обхода Нижнего Новгорода стоимостью около 30 миллиардов рублей будет организовано полностью за счет средств федерального бюджета. Анастасия Рябова, Михаил Городников из Кустовского района. Объективно, ННТВ.